Всем привет! Я Юлия Волкова. Сегодня я с вами на портале.нет. И я буду отвечать на все-все-все ваши вопросы. Присылайте. Поехали! Юля, здравствуйте! Очень приятно вновь наблюдать вас на сцене. Последняя песня хорошая, танцевалочка, молодец. Вопрос такой. Как вы отреагировали на то, что у вашего гражданского супруга осудили за мошенничество и не повлияло ли это на столь длительный перерыв? Ждем альбома песен. И спасибо вам за то, что вы делаете. Тупик. Я не знаю, что сказать. Следующий вопрос. Юля, зачем ты хотела предложить? Наказывай следующий вопрос. Слушайте, кто это присылает? Отношения кипер. Ну это же и такая муть вообще. Юля, скажите, пожалуйста, если кто-то вам напишет песни, кто вам пишет песни, пишете ли вы сами для себя? Да. И если бы вам человек с улицы неизвестный в шоу-бизнесе предложил хорошие тексты, вы бы рассмотрели как вариант для будущей песни для себя? Если да, то как с вами связаться? Дорогие, телефоны на официальном сайте. Присылайте песни. Я слушаю и смотрю. Слушайте, тупые вообще вопросы. Кто их... Ну, Игорь, я не... Здрасте. Здрасте. Рад вашему возвращению нас в несколько. Насколько знаю, что у вас были проблемы с голосовыми связками. Как долго вам нужно... Как вы относитесь к ленике «Кибер-жизнь без грима»? А Юля... Ну, вот отвечать надо на все, вот это говно. Юля, здравствуйте. Какие чувства вы испытываете, когда смотришь на себя в молодости? Примерно такой период с 2000 по 2003 год. Вообще так было давно. Даже не помню, что я испытываю. Здравствуйте. Рада вашему... Нет, дальше. Вы мне опять то же самое. Подложила баллончик, да. Здравствуйте, Юля. Хотелось бы поинтересоваться, как ваши дети. Поют ли они уже? Кем хотят стать по профессии? Какие пожелания? Озвучивает в этом вопросе маме. Сопровождают ли они вас на гастролях? Пусть радуют вас всегда. Мои дети занимаются плаванием. Вика занимается вокалом. Семер занимается шахматами. Пока с профессией мы еще не определились. Я поддерживаю в любых лучах у них. Пока они маленькие, дети имеют право экспериментировать. Юль, привет. У меня к тебе пару вопросов. Только если можно, постарайся, пожалуйста, ответить на них как можно честно. Какой у тебя размер ноги? 35-й. Как ты считаешь, у тебя ножка маленькая или все-таки не совсем маленькая? Маленькая. Правда, что когда ты состояла в группе тату Лослены Кадзина, Лослены постоянно менялись обувью. Так, у нее тоже размер ноги, у тебя? Нет, у Лены размер 37-й, поэтому мы с ней не менялись обувью. Добрый день. Люди, расскажите, пожалуйста, в каких странах вы любите бывать? Какая страна вам близка по духу? И скажите, есть ли в Киеве такие места, которые вам особенно запомнились или понравились? Люблю путешествовать, люблю разные страны, Европу, Америку и теплые страны. В Киеве мне вообще нравится, потому что здесь очень много знакомых мне, близких людей по духу. И люблю Киев, особенно летом. Привет, Юля. Интересно узнать, что бы вы еще хотели достичь в жизни, от чего вы считали себя вполне состоявшейся личностью? Ощутили бы внутреннее удовлетворение, какие вершины покорить желали бы? И нет предела совершенства, поэтому в любом случае мы каждый должны развиваться, думать о завтрашнем дне, идти вперед. Но все, что касается творчества, дизайн, одежда, дизайн новый, может быть, создать какую-то свою группу. Но просто за двумя зайцами не погонишься, потому что ни одного не поймаешь. Сейчас у меня на данном этапе мое сольное творчество, моя сольная карьера. Дальше буду развиваться, смотреть и наблюдать. Добрый день, Юля. Есть ли желание поучаствовать в Евровидении снова? Нет. Нет. Юля, а сколько я узнала, ты курила? Если бы ты узнала, что Вика начала курить, какая бы реакция была бы? Ну, не знаю, посмотрим, когда она мне при этом скажет. Вот, о своей реакции мне заранее сложно говорить. Вообще, хочу сказать, что, мне кажется, все подростки через это проходят. Просто нужно как-то грамотно объяснить, что это не нужно. А дальше ведь у каждого есть свой ум, свои мозги, свое здоровье на то, чтобы... Я тоже начала рано курить и как-то не помню, чтобы были какие-то травмы с родителями. Было и было. Здравствуйте, Юля. Недавно просматривала выпуск Иралаш с вашим участием, когда вы переодели мальчика в женские вещи. Можете рассказать о себе в детстве? Чем отличается маленькая Юля от той, которую мы видим сейчас? Ой, это надо у родителей спросить, какая я была. Я себя не очень хорошо помню в детстве, но то, что касается вот непосед уже такое юношество, ну, такая же активная, такая же общительная, такая же разговорчивая девочка-мальчик. Вот так. Юля, у меня к вам такая просьба-вопрос. Не могли бы вы наглядным образом продемонстрировать последнее фото на вашем телефоне? А где мой телефон, я даже не знаю. Как вам работать с Григорием Мамурином во время съемок клипа «Держи рядов». Прекрасно, хороший молодой человек, скромный, спокойный, видно, что по мыслям немного провокационный, но очень хороший мальчик, у нас не было никаких проблем, никаких споров, все было очень как-то так динамично, дружно, вместе весело шагать по просторам. Иногда бывает очень грустно и одиноко. Как с этим бороться? Выехать с друзьями в кафе, попить чай, выпить, может быть, вечером бокальчик вина, поболтать. Можно провести время с семьей, можно заехать к родителям, все что угодно, смотря на какое настроение. Но, как правило, когда плохое настроение, хочется куда-то наоборот выходить из дома, чтобы не расстраивать своих близких людей и не показывать им плохое свое настроение. Какой день в вашей жизни был самым вспоминающимся? Тот день, когда я стала мамой первый и второй раз. Когда на себе дождаются дети, мне кажется, для женщины это самое вспоминающееся на всю жизнь. Бывает ли у вас депрессивное состояние? Как вы боретесь с ним? Конечно, бывает. Я живой человек, и мне бывает тяжело, и плохо, и обидно, и вообще ничего не хочется. Хочется встать, все бросить и уйти. Никак не борюсь. Я просто как-то ухожу немного в себя и пытаюсь разобраться, в чем причина, что меня начало раздражать, что меня вообще привело к таким депрессиям. Разбираюсь в себе и дальше живу, потому что жизнь продолжается дальше. У нас есть завтра и послезавтра. Привет, Юлечка, скажи, когда ждать английскую версию «Держи рядом»? Обязательно будем, мы сейчас работаем над текстом. Юля, скажите, а возможно ли будет снова видеть вас в кино, или вы пока не планируете продолжать свою кинокарьеру? С удовольствием хочу, мне нравится быть актрисой. Просто те предложения, которые приходят, они не совсем интересные, сериальные, какие-то такие роли непонятные. Хочется полного метра, поэтому жду с удовольствием предложений. От наших великих режиссеров с удовольствием не буду участвовать. Привет, Юля, переживаете ли вы за возраст своей дочки? Ведь она взрослеет, меняется, также меняется ее принципы мнения. Нет, не переживаю, я абсолютно современная мама, и ко всему отношусь с пониманием. Мы все были маленькие, мы все выросли, и очень важно в этом возрасте стать для ребенка настоящим другом. Не просто мамой, но другом, которому она может прийти, посоветоваться, поделиться обо всем. И я должна, как мудрый человек, выслушать и дать ей совет правильный. Юля, у вас что-то будет в ближайшее время? Концерты, мероприятия, новые песни? Конечно, вот сейчас я нахожусь у вас здесь в Киеве, сегодня у меня концерт в Делюксе, завтра я лечу в Сочи, там я участвую в съемках. После этого какие-то гастроли, поездки, и даже Новый год я работаю. Сейчас мы работаем над вторым синглом, мы уже выбрали нашу песню, я должна ее в ближайшее время записать, и уже продумываем сценарий клипа. Поэтому работа кипит после долгой, длительной паузы. Дальше. Ага. Привет, Юля. Считаешь ли ты себя красивой? Что, на твой взгляд, ты изменила в своей внешности напрасно? Не считаешь ли ты, что перебарщиваешь эксперименты на свою внешность? Спасибо. Слушайте, вот так же могу сказать, нет предела совершенства, все время хочется меняться, что-то делать, ни о чем абсолютно я не жалею. Я такой экспериментатор, я люблю отращивать волосы, наращивать волосы, красить их в черный цвет, потом в белый, потом идти коротко стричься. Пока мы молодые, мы вправе экспериментировать. Плохо это или хорошо, каждому, я думаю, придется по вкусу. Здравствуйте, Юля. Когда вы планируете выпуск автографической книги? Будете ли вы ее выпускать по этапам вашей биографии? Ждем уже первый этап, самое начало вашей биографии, первые 2-3 года, когда вы были солисткой группы Тату. Желаем успеха в вашей карьере, больше новых песен. Очень хочется песни на ваши стихи. Спасибо. Ой, книгу я, конечно, начала писать, и сейчас я приостановила ее, потому что много различных других потусторонних вещей вокруг происходят. Синглы, песни, концерты, музыка. Но я хочу, да, я хочу довести это до ума, и может быть, это даже будет несколько томов, скажем, как несколько отрезков жизни. Я пока на это тем не думала. Ставить даты выпуска я не буду, чтобы, дабы не обещать это сделать, завтра этого не сделать. Поэтому ждите, когда-нибудь я это сделаю. Добрый день, Юлия. Приходилось ли вам общаться с гадалками-экстрасенсами? Если да, то по каким причинам? Спасибо. Да, и более того, хочу сказать, периодически я общаюсь. И мне кажется, что очень многие публичные люди как-то частенько обращаются к, да, наверное, больше к экстрасенсам. Потому что вокруг очень много злых, завистливых людей, и вообще возникает какая-то путаница в голове с точки зрения вот хорошего. Не то, чтобы я там сижу и колдую, хожу там вот, фотки там какие-то приношу. Нет, а с точки зрения какого-то своего вот путания в голове, наверное, так. Здравствуйте, Юлия. Как вы планируете отмечать Новый год на сцене или с семьей? Поедете ли вы куда-нибудь отдыхать на новогодние праздники? Мой Новый год будет в городе Сочи на концерте. После этого будет еще несколько концертов. В Нижнем Новгороде еще где-то. А уже после 10 января мы с семьей, с мелкими, с детишками, с друзьями поедем отдыхать в теплой стране. Здравствуйте, Юлия. Сколько времени вы потратили на внешнюю подготовку к сегодняшней конференции? Можете подробно рассказать, какая сейчас на вас косметика и одежда. Времени быстро, потому что мы влетели в отель, и надо было срочно радио, 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 съемки телевидения. И, ну, наверное, минут 40 сходила в душ. Быстро мне на голове много, ничего делать не надо. И, собственно, с макияжем тоже. Румяна, пудра, губы красного цвета и все. А одежда я вообще в жизни хожу в кэшули. То есть это кроссовки, джинсы, свитер. Я как-то днем не заморачиваюсь, чтобы было тепло и удобно. Привет, Юлия, когда будет новый сингл? Понравилась ли тебе новелла тату? И зачем-то хотела подложить к линии новый сингл. Скорее всего, мы планируем весной. К весне новелла тату я, если честно, не видела. Наверное, когда-нибудь посмотрю. А дальше у меня просто нечего сказать. Так. Все. Так. Еще нужно какие-то вопросы. Ждем? Нет. Все собираемся. Вот. Расскажите о грядущем концерте в Делюксе. Какие сюрпризы подготовили? Мне так вообще загадок. Мне нравится слушать, какие сюрпризы мы подготовили. Концерты – это не сюрприз. Это живое выступление с музыкантами. Девочки, которые мне помогают петь. И, собственно, живой звук. Для меня это первое. Я не Дед Мороз. Я не готовлю сюрпризы. Кто для вас идеал в профессии? К чему стремитесь? Кто из коллег по цеху вас вдохновляет? Ой, не сотвори себе кумира. Вообще, я поклонница Майкла Джексона. Мне нравится шоу Мадонны. А стремиться нужно всегда к чему-то. Нужно ставить перед собой какие-то цели, определенные, к ним идти. Как изменился ваш круг знакомых с приходом славы? На самом деле, большинство моих друзей, которые остались в жизни, они совершенно простые люди, не из шоу-бизнеса. Из шоу-бизнеса, кстати, у меня мало с кем я дружу. То есть понятно, что мы все встречаемся, общаемся, здороваемся, пьем чай, какие-то вечеринки различные. Но именно вот та дружба искренняя, она больше с людьми из любых других сфер. Как вы поднимаете себе настроение, когда грустите? Что вас радует всегда? Всегда меня радуют мои дети. Когда мне очень плохо, я возвращаюсь домой. И всегда с удовольствием с детьми провожу это время. Иду в бассейн, иду гулять, иду в кино. И вот семья, как-то она меня морально всегда поддерживает и дает мне вот это вдохновение, этот глоток воздуха идти дальше вперед. Как вы относитесь к тому, что тысяча людей вас превозносит, и иногда даже благотворят? Хорошо, мне нравится, когда люди в меня верят. Я чувствую себя сразу увереннее. И вообще, я люблю, когда люди умеют поддержать вовремя, и дать тебе вот эту вот возможность разбежаться и идти дальше вперед. Какой, по вашему мнению, самый большой недостаток в публичной жизни? Вот он есть, недостаток в том, что чаще невозможно скрыться от камер, от фотоаппаратов, и эта публичная жизнь приводит к тому, что все это зарезается в личную жизнь, обсуждаются твои вот эти вот грязные трусы в шкафу, кто с кем жил, кто с кем спал. Вот это, конечно, отвратительно, и часто все это переворачивается, выпускается, сливается в интернет и в газеты, хотя половина из этого абсолютно неправда. Ну как? Прекрасная фигура. Это дар природы и результат успешных тренировок. Ну, во-первых, генетика – это первое. У меня и мама, и папа как-то все в форме. Во-вторых, конечно, я много сейчас тренируюсь. Три раза в неделю я в спортзале плаваю, как-то ограничиваю себя даже в еде. Здоровое питание. Юля, прекрасно выглядите. Расскажите о вашем стиле. Ну, короткая стрижка. Не знаю, что-то у меня как-то в последнее время, вот я к этому долго шла, и, честно говоря, не верила, что в 30 лет я возьму бритвенный станок, и вот буквально вот вобривали мне в салоне волосы. Какое-то такое вот, какое-то игривое состояние внутри сейчас, и мне так клево. Мне нравятся ресницы, яркие губы. Вот, может быть, к лету вполне возможно, что я захочу опять отрастить волосы, сделать каррелин, нарастить волосы. Я люблю меняться. Кто, по вашему мнению, самый большой... Какой, по вашему мнению, самый небольшой... Так, это мы уже обсудили. Как вы относитесь к этому? Так, тоже мы обсудили. Угу. Про книжку мы тоже поговорили. Юля, а помнишь, на что ты потратила первый гонорар? Не помню. Вообще, потому что я еще в Яралаше какие-то деньги даже получала. И поседок, по-моему, тоже мы на концертах какие-то нам премии выдавали. Не помню. Но что-то покупала, что-то маме с папой я принесла, что-то купила, какие-то подарки. Сложно. Как часто приходится обновлять синический гардероб? Периодически. Где-то раз в 3-4 месяца. У меня есть прекрасная девочка-дизайнер, с которой я вместе продумываю, прорисовываю костюмы, и как-то вот их обновляю. Кстати, а как насчет любимого блюда? Что вы имеете в виду, готовить или кушать? Если покушать, то очень люблю русскую кухню, домашнюю. Супчики, котлетки, подливочки, соляночки, курочка запеченная. А если, что касается приготовить, люблю делать всякие тортики или выпечки. Шарлотку, медовик, кем-то кексики в специальных формах. Что обязательно входит в твой райдер? На самом деле я не из тех артистов, кто мне, пожалуйста, вот только такую машину, или вот только такой самолет, или вот частный вертолет. Поспать, поесть комфортно, удобно. Мне самое главное увидеть всех поклонников, и чтобы концерт состоялся прям вот на ура. Может, надо вспомнить какие-то интересные подарки, сюрпризы от фанатов? Ой, все время мне что-то дарят. Больше всего я люблю портреты, когда ребята рисуют их маслом, и какие-то подделки такой ручной работы. Вот у меня есть мальчик, один поклонник Петербурга, который мне все время на досочке заказывает таким почерком вот на доске сделанном. Всякие красивые штуки написаны при мне. Это тоже очень приятно. Юль, какой твой любимый город? Москва. Да много мне нравится. Мне нравится и Париж, мне нравится и Лондон, мне нравится Германия, мне нравится Лос-Анджелес. Мне много нравится, где бывать, путешествовать, смотреть на этот мир, и везде все по-своему, везде все очень здорово. Юля, нравится тебе каблук или любишь ты спортивную обувь? По-разному. В жизни я чаще всего хожу в кроссовках, люблю New Balance. Что касается вечеров или выхода куда-то в свет, конечно, я одеваю туфли, платье, и как-то уже красиво могу одеться вечером. Хотела ли ты, чтобы Вика пошла по твоим стопам? Ну, а почему бы и нет? Она артистичная, у нее интересная мимика, внешность, она поет. Посмотрим. Вкусы ведь они меняются, сейчас она вот хочет быть именно певицей. Может быть, она станет актрисой, может быть, она станет прекрасной ведущей. Посмотрим. Все в ее руках. Я буду поддерживать. Все. Так быстро? А здесь так быстро, да, обычно? Вопрос, конечно, у меня взрывчатку под дверь.